Добрый вечер, с вами город финансы. Правительство подготовит несколько сценариев развития в зависимости от цены на нефть. На программу «Маткапитала» за три года потратят 800 миллиардов рублей. Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне отскока мировых цен нефти. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Правительство сделает оценку влияния низкой цены нефти на российскую экономику. Сейчас министерство готовит различные сценарии развития ситуации в курируемых отраслях при цене барреля нефти «Юралс» в 25, 35 и 45 долларов. Об этом пишет газета «Ведомости». Из-за снижающихся с ноября прошлого года цен на энергоресурсы в первые два месяца 2016 года бюджет уже недополучит примерно 300 миллиардов рублей нефтяных доходов. Нынешний шоковый сценарий Центробанка предполагает цену нефти в 35 долларов. При этом прогнозируется спад ВВП на 2-3% и инфляция в районе 7%. Обновленный макропрогноз, который ляжет в основу новых бюджетных проектировок, Министерство экономического развития предоставит в этом месяце. Пока же принято решение о сокращении расходов бюджета на 10%. В России до 2018 года на реализацию выплат по программе «Маткапитала» планируется потратить 800 миллиардов рублей. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина. Министр, выступая сегодня на Гайдаровском форуме, заявил о том, что естественный прирост рождаемости удается обеспечивать за счет мер господдержки. За 11 месяцев 2015 года он составил более 20 тысяч человек. В этом году выплаты в рамках программы «Маткапитала» составят 453 тысячи рублей. Напомним, в декабре прошлого года правительство приняло решение продлить программу материнского капитала еще на три года. Получить средства смогут семьи, в которых второе и последующие дети родятся или будут усыновлены до 31 декабря 2018 года включительно. Рубль укрепляется как к доллару, так и к евро на фоне отскока мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 14 января, составляет 76 рублей 42 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 18 копеек. Европейская валюта также упала на 72 копейки. По сравнению с предыдущим значением и официальный курс евро, установленный Центральным банком, на завтра составляет 82 рубля 71 копейку. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, начальник бесподчиненного, что стимул без поощрения.